Шашки Турнир собрал свыше 70 участников из разных городов Московской области. В двух группах состязались шашисты от 6 до 18 лет. В третьей возрастной категории мужчины и женщины, а в самой опытной спортсмены от 60 лет и старше. Я знаю, здесь многие есть участники, очень опытные. Мне приходилось проводить соревнования среди детей детсадовских, которые не знают, что бить обязательно, что-то еще забывают. Я надеюсь, здесь таких нет. Я надеюсь, что здесь все опытные, которые потренировались и вот сейчас участвуют в турнире. Город Видное представили 19 участников, среди которых был и заместитель председателя шахматно-шашечной федерации Ленинского района Владимир Кузнецов. Перед началом своей партии он вспомнил о былых победах видновских шашистов. Этот турнир важен для нас, для шашистов города Видное. Шашки в Видном существуют с 1994 года. И впервые мы вышли на такой турнир. Хотя наша команда является чемпионом Московской области в 2011 году. Мы тогда навели шороху. Самое большое представительство имели две детские категории. Несмотря на юный возраст, у некоторых из них за плечами победы в первенствах России, Европы и даже мира. Восьмилетний Саша Ламинцев на турнир поехал из города Ступино, где занимается шашками чуть более трех лет. За это время он трижды выигрывал европейские турниры и дважды брал бронзовые медали чемпионатов мира. К своим спортивным успехам мальчик относится скромно, а начинал он и вовсе не с шашек. Ну, сначала я любил шахматы. Дедушка меня учил играть в шахматы. А потом я пришел в клуб, и там оказалось, что мои шашки, а не шахматы. Недюжинный талант юного спортсмена, по словам отца мальчика Дмитрия Ламинцева, связан с редким умением запоминать ходы и читать игру. Да, гордость присутствует, но это тяжелый труд. Он просто так не дается. Надо работать, работать, чтобы развиваться дальше. Председатель шахматно-шашечной федерации Ленинского района Александр Болховитин уверен в том, что в скором времени шашки смогут вновь обрести популярность. В муниципалитете возрождаются шашечные турниры, а желающих записаться в секции этого вида спорта становится все больше. В Ленинском районе не на словах, а на деле идет возрождение шашек. И хоть в названии федерации звучит часто первое слово шахматно-шашечная, но мы шашкам уделяем очень большое внимание. Успех видновского дебюта можно сравнить с началом грамотной шашечной партии. Такие турниры вызывают интерес у людей в любом возрасте. Главное в этом виде спорта – сохранять концентрацию и, если есть возможность, обязательно бить, чтобы матч переходил в победный эндшпиль. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.